Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал! Я просто уверена в том, что многие, кто подписан на мой канал, любят видео с идеями для фото в Инстаграм и вообще какие-то просто идеи для фотографий. И честно сказать, я тоже обожаю эту рубрику и делаю её с огромным удовольствием. Так вот, в этом видео я дам вам три идеи для фото в домашних условиях. Все они безумно простые, безумно лёгкие и их сможет повторить абсолютно каждый человек. Я не знаю, возможно, это даже не идеи. Просто мне захотелось сделать какие-то интересные фотографии для своего Инстаграма, и я решила заснять этот процесс. Но прежде чем я начну, мне бы очень хотелось, чтобы вы подписались на мой канал, если вы этого ещё до сих пор не сделали, а также нажали на колокольчик, потому что только именно так вы будете знать, что на моём канале вышло новое видео. Ну а теперь погнали! Так вот, для первой серии снимков мне потребовалась карта. Если у вас есть огромная карта мира или России, то это очень круто. К сожалению, у меня такой нету, и поэтому я использовала свой старый атлас. Мне он, в принципе, уже не нужен. И изъяла из него несколько страниц. Я надеюсь, что это не очень плохо. Можно так сказать, что это послужило неким фоном для фотографий. И, в принципе, это всё как отдельные детали. Я использовала свои очки, по-разному одевалась, и делала фотографии в различных ракурсах, и у самой стены, и на диване, и в различной одежде. В общем, очень много всего получилось, и это безумно легко, поэтому вот вам идея. Субтитры сделал DimaTorzok Вторая идея тоже безумно простая. Я думаю, что те, кто подписан на меня в инстаграм, уже заметили, что я люблю такие ламповые домашние фотографии, и здесь без этого тоже не обошлось. Я, так скажем, соорудила некий уютный уголок, накрыла свой диван пледом, разложила журналы, использовала свою любимую гирлянду, куда я без неё, надела свою домашнюю одежду, это была футболка, и рваные джинсы, и всё. Как отдельный реквизит, у меня были бенгальские огни, банка с гирляндой, и книга. И всё. И всё. Ну и, наконец-таки, для третьей серии снимков мне понадобились флеш-тату. Их можно клеить куда угодно, на лицо, на шею, на спину, на руки, в общем, куда угодно. Но если у вас таковых не имеется, то вы можете попробовать изобразить у себя что-нибудь на теле, к примеру, с помощью обычной подводки для глаз. К сожалению, я особо хорошо рисовать не умею, поэтому использовала обычные переводилки. И, в принципе, это всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить к нему палец вверх, а также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там вы найдёте ещё больше идей для фото, особенно дома. Я сейчас очень редко выхожу на улицу, потому что там безумно холодно. Но я надеюсь, что я зарядила вас вдохновением. Всем огромное спасибо за просмотр, за внимание. Всех целую, обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...